так и давайте начнем потихонечку делать френч для начала я возьму вот такую камуфлирующую каучуковую базу так пятнышко красок осталось у меня кисточку я использую длинную с длинным ворсом приблизительно вот такой длинный любой ворс тоники мне работать неудобно поэтому и берем вот длинный ворс но это опять же дело удобства кому как удобнее работать кому-то удобнее и делать прорисовку например кисточками очень тоненькими мне же комфортнее вот такая кисть принципе вообще не важно какой бренд честно девчонок и самое главное чтобы ворс был вот такой длинный тоники поэтому к бренду никакому вас не привязываю берем абсолютно любую кисть и дело вот главное чтобы ворс у нее был просто длинный вот и все так что мы делаем первую очередь я наношу так напоминаю что я выбрала базу каучуковую камуфлирующую базу блестками розовенькую сначала я наношу тоненьким слоем да знаю многие так работают тоненькой кисточкой прорисовывают а толстой кисточкой уже разукрашивают да но мне неудобно я только человек ленивый я не могу работать двумя кисточками мне проще взять одну даже когда мы с вами рисуем мультяшки если вы не заметили есть до работы одной кисточкой но потому что но я привыкла и поэтому здесь опять же все дело привычки дело удобства тонким условно нанесла и далее делаем уже слой с выравниванием так еще немножко капельку добавлю совсем чуть-чуть и вот сейчас такой важный момент мы на кутикуле материал сводим на нет то есть там должно быть минимально сразу же и на палитру себе капельку топа нанесу чтобы промыть кисточку и подготовить ее к работе так чистая против кисточка стала и сейчас мы начинаем это же база шиммером просто обожаю особенно клиентах очень любит из торца мы материал подтаскиваем к центру чтобы на кончике у нас материала было вообще минимальное количество чтобы плюшки у нас на торце не было переворачивая и сушим в лампе и пока сушится у нас в лампе давайте мы поговорим немножко с вами еще скажите пожалуйста с частыми вы сталкивались с такой проблемой что после просушки белого кончика и перекрытием топа у вас френч был желтым было у вас такой или же не было если же было ставьте смайлики и да 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 там как-то дайте мне знать что у вас такое было что после просушки уже полностью ваш френч немножко желтился просто я с таким сталкивалась у меня такое было вода плюсики точно вот поэтому тех у кого не было тех у кого такая ситуация была кто сталкивался с таким что после полимеризации у вас френч вдруг зажелтился рассказываю как это можно исправить во первых здесь все зависит от вашего топа либо его просто нужно поменять и чаще всего я делаю так что если я работаю с разными оттенками например работу с пастелью работаю с красными яркими оттенками я использую два разных топа я там даже их подписывал то есть прям брала топ например и писала для светлых и там для френча например для красных оттенков потому что все равно немножко наши топ они пигмент угелака стаскивают и он оседает в баночке и постепенно наш прозрачный топ становится немножко цветным да немножко может даже желтится поэтому такая ситуация может быть поэтому рекомендую прямо для себя это в голове отложить что используйте для разных оттенков разные топы то же самое касается матовых лучше приобрести два разных матовых топа но вы будьте уверены в том что вы не накосячите что у вас на белом цвете не будет черной полосы от кисточки для топа вот и что еще самое важное это белый смотрите я на палитру нанесла два разных оттенка белого цвета это теплый белый номер первый так и его потом номер первый вот он обычный теплый стандартный белый и 2 это 80 я чаще всего белый использую именно вот такой он немножко с таким легким голубым подтоном но как раз благодаря вот этому голубому подтону при перекрытии топом а используем этапу с ультрафиолетом вот и поставьте ультрафиолет на такое вот голубое белое и у вас просто кончик будет прям настолько белоснежным поэтому лучше всего рекомендую использовать для френч именно вот такие белые оттенки с голубым таким холодным подтоном и также надеюсь все знают как проверить ваш топ на то есть нам ультрафиолет или же в нем ультрафиолета нет когда вы руку в лампу убираете если у вас ноготочки голубые там так горят голубым значит в нем есть ультрафиолет если же не горят значит днем ультрафиолета у вас просто нет так двигаемся дальше вот мы просушили нашу камуфлирующую базу буду рисовать френч вот этим цветом но чаще всего я их просто смешиваем что собственно сейчас я сделаю просто я их смешаю в соотношении примерно один к одному чтобы получился как раз такие хорошенькие приятный оттенок белого или можно использовать чистые 80 можно смешать здесь уже смотрим на ваше усмотрение так вопросов пока что нет по поводу разных оттенков белого надеюсь вам теперь было все наглядно понятно так и начинаем рисовать на камеру конечно будет это сложнее рисовать я чаще всего в таких позах бывает френч рисую так сяду что прям со стороны мне нужно снимать они вот так так кисточку я хорошенечко промываю сначала нет для себя отмечают вы знаете сложная схема я не рисую мне кажется слишком сложно слишком геморрно долго не таким же не занимаюсь я просто для себя отмечаю на высоту улыбки и провожу линию вот провела линию и далее отмечаю две следующие линии не видно не видно не видно было разницу двух белых мне кажется прям было четко видно что один был теплый нет это просто самом деле смотрите на самом деле он не такой голубой он вот смотрите он белый просто с легким подтоном это восьмидесятый а первое оттенок он уже видите он уже такой теплый белый кто тоже давно наши прямые эфиры смотрит знает прекрасно что я не раз уже говорила про эти про разницу этих двух белых оттенков поэтому девчонки тоже можете в комментариях написать да здравствуйте здравствуйте и далее я отмечаю высоту наших усов я очень люблю усы длинные вот и отмечаю линию и виду здравствуйте здравствуйте далее отмечаю откуда я начала вести с той стороны и провожу ли не вот я наметила для себя вот эти вот две линии и далее начинаем заполнять кисточку используем любую девчонки абсолютно любой кисть главное чтобы ворс у нее был длинный не короткий поэтому здесь абсолютно неважно какая кисть как можно заметить что я рисую френч белым гель-лаком я не рисую не использую гель-краску до рисую прям по липкости базы но если я например замечаю что он например меня в помещении очень тепло материал начинают растекаться то липкость базы я могу снять а так конечно на чаще всего я липкость из базы низком у кирчит яков я не снимаю далее заполняем здесь не видно я не спущу не спускаюсь обычно вот в эту сторону в старе со здесь так что комментарии нам не помешают но если комментарий брать то вы не сможете мне задается вопрос и я просто буду разговаривать в пустоту думаем тоже это будет не очень удобно вот заполнила наш шаблончик и далее я начинаю сокруглять вот эти вот углы очень аккуратно начинаем скруглять и еще вытягиваю усики аккуратно девочки вам видно все или же как-то я не в кадре пожалуйста пишите в комментариях как меня видно и то же самое делаем здесь просто скругляю уголочки все хорошо отлично все видно все отлично светами тоже максимально яркий так и начинаем просто немножко корректировать просто рукавами 100 трясется и просто уже здесь я в себе выстроила ту самую хорошую улыбочку которую мне на которой мне нравится которую я чаще всего делаю клиентам вот и постепенно постепенно я просто сглаживаю границы и довожу френч до идеала сразу же я заполняю полностью френч одним тонким слоем два слоя я не делаю никогда 100 френч я делаю в один слой и рисую его с помощью гель-лаков для краски я не использую вытяну мне удобнее всего работать вот такой любой длинной кисточкой неважно какая фирма какой бренд мне комфортнее работать такой если рисовать френч на гель-лак цвета камуфляж девчонки гель-краска всегда у вас будет скалываться без укрепления гель-краска держаться у вас не будет потому что краска она по консистенции вообще в принципе на жестче чем гель-лаки вот поэтому гель-краска я не делаю что гель-краска будет скалываться у вас и будет трескаться да перекрываю током на один слой все верно так немножко здесь тоже я подкорректирую так все никогда не просыхает хорошо но сейчас я буду сушить в лампе его одну минутку все отлично у меня просыхает проблем нет так сейчас наверное я возьму лучше типсы овальные ой квадратные сейчас секунду я принесу квадратные типсы хочу френч сделать хотя давайте в принципе да в принципе можно на таких будет сделать и на обычных овальных сейчас просушим в лампе и пока сушу в лампе давайте сделаем я вторую подложку сделаем мы с вами сейчас градиентный френч например сделаем из розового тридцать седьмого такого розовенького покажу на примере этих оттенков а в рыжий сейчас подберу рыжий оттенок например в сорок второй так первый наш френч готов начальники в любом случае френч как любые другие курсы любые другие дизайны без отработки просто ну никак всегда нужно все отрабатывать с первого раза все равно не у всех все получается поэтому обязательно все нужно отрабатывать тренироваться чтобы довести технику до идеала чтобы прочувствовать материалы чтобы прочувствовать кисточку так и перекрываем перекрывает топом x топом как раз таки у нас идет с ультрафиолетом все хорошо мне просохло единственное что вот этой плюшечки у нас на торце не было я ставлю небольшую капельку переворачиваю и немножко материал разровняю то же самое с градиентами да многие там пишут что не получается не получается просто нужно сразу же после курса если проходите курс если вы без курса сами тренируетесь сами отрабатываете все выровняла сушу в лампе обязательно нужно отрабатывать отрабатывать тренироваться без тренировок и как девчонки вот чем чаще тренируетесь чем тем больше чем больше тренируетесь тем лучше у вас получается то же самое касается росписи без тренировок не как так сейчас давайте возьмем вот такую розовую базу плотненькую также для френча можно спокойно использовать смело любые камуфлирующие оттенки не обязательно брать каучуковые базы можно брать просто полупрозрачные камуфлирующие оттенки здесь уже выбираем те материалы с которыми вам удобнее и комфортнее работать также я переворачиваю делаю выравнивание базой так все и фиксируем в лампе так что то же самое касается и например отработки курсов повышения квалификации да френч например ой френч просто отработки повышения квалификации тоже без отработок у нас получается ничего не будет также в любой сфере нужно учиться нужно тренироваться вот так же так же и здесь с френчем с первого раза мне кажется ни у кого френч идеально не получался хотя наши клиенты на самом деле девчонки не такие как мы перфекционисты они многие нюансы даже кстати не замечают это нам тоже кстати на руку играет вот помню свой первый френч у меня к ней знаете была первая клиентка моя самая самая первая клиентка была девушка с очень кроткими ногтями знаете немножко такие трапециевидные и она захотела френч представляете первая модель первый клиент и он захотел френч и не просто френч классический она захотела френч с голубой подложкой дома вы все прекрасно представляете что это такое плотный такой нежный голубой оттенок и белый кончик как я конечно с ней намучилась вы бы знали представляете какой у меня стресс первый клиент и сразу же такое мне запросили вот так что то 100 моментов френч я полюбила только не может быть наверное года два назад полюбила френч но тогда шок конечно был для меня еще какой так я взяла вот такие два оттенка что мы делаем тоже я намечаю опыт да еще какой отмечаю высоту френча далее намечаю я для себя усы я просто люблю всегда их повыше делать мне прям нравится когда они высоко конечно не прям под кутикулу но люблю когда они вытянутые такие такс делаю все пока что розовым оттенком напоминаю что я рисую гель лаками это не гель краски это гель лаки и далее мы начинаем делать вот что заполняем одну половинку одним цветом и что самое то важно девчонки клиентка была в таком восторге от моего френча и так он понравился вешки кисть просто вот любая такая длинная тоненькая кисть неважно бренд вообще не имеет значения абсолютно главное просто длина ворса и вот так я здесь материал немножко растушевываю и стаскиваю его корректирую так дели когда им такой цветной french с другой стороны шо другой оттенок так да нет весна проведая сейчас покажу как и дальше делать я их скруглила самое важное просто для этого френч выбирать оттянки очень пигментированные чтобы френч у вас получился в один слой чтобы вам не пришлось эти слои дублировать и дополнительно утолщать зону с торца вот поэтому делаем именно плотными гей лаками пигментированными так и немножко здесь я корректирую розовым пишу же кисточку нужно промыть так и теперь мы аккуратно просто на границе здравствуйте здравствуйте их немножко мы смешиваем в одну сторону и немножко другую еще я делаю вот так корректирую границу все вот такой вот очень быстрый красиво получается градиентный фрич каком девчонки вот такой вариант дизайна мне кажется красота фиксируем тоже бланке также можно всему сам сам еще сделаем еще тройной градиент с тремя оттенками то есть френч такой тройной совсем недавно вот я делала очень интересное сочетание надеюсь мне напомните что девушка одна в часе есть у нас я просто часто когда делаю градиенты я забываю использовать оттенки вот и мы недавно делали такие интересные градиенты мятный потом был голубой вроде бы вот так и вроде был у нас еще сиреневый вот вроде бы такое сочетание я делал сейчас секундочку мне просто по памяти еще плохо я помню да возьмем вот эти мы три оттенка сейчас тоже их на палитру капну сиреневый вот такой сиренево-голубой и мятный блин посмотрите какой прикольный френч блин это просто офигенно сама себя не похвалишь да никто не похвалит перекроем глянцевым топом и также добавлю легкое выравнивание именно в зону где у меня сам френчик я переверну так и разровняем материала чтобы у нас здесь не было такой знаете жесткой такой ступеньки поэтому мы переворачиваем и аккуратно выравниваем выравниваем вроде бы вот эти оттенки же дамы когда использовали 17 81 шестой что я по памяти их беру так еще немножко так все переворачиваем и сушим в лампе красота пассива большое так ну что еще мы с вами успеем точно сделать еще один френчик давайте наверное я сейчас возьму в качестве подложки немножко другой оттенок не камуфлирующая база возьмем оттенок из нашей последней летней коллекции весенний давайте возьмем вот такой вот сиреневую подложку или розовую хочу что-нибудь такое сделать интересное такой немножко нестандартный френч вот либо вот такую подложку взять розовенькую 20 розовую возьмем подложку это у нас номер 151 это те коллекция нас весенние я их называю кому-то коллекция два в одном камуфляжики или просто обычные такие пастельные оттенки с нас 1806 нет точно не 18 там был голубой так также наношу сначала тоненьким слоем на весь ноготок и далее ношу эту базу им это не база это просто оттенок но благодаря вот такой полупрозрачной консистенции я могу работать в такой технике техники легкого выравнивания такс и аккуратно разравниваю еще раз перевернем немножко так делаю под углом чтобы база у меня стекла куда нужно и еще раз торца я плюшку убираю чтобы торец меня был максимально тонким чтобы френч его дополнительно не утолщал все сушу в лампе какой прям шикарный френч посмотрите какая красота просто изумительно так комментарии ваши вижу все отлично так напоминаю что сейчас мы сами сделаем френч стройным градиентом из трех оттенков интересно мне кажется очень интересно напоминаю что оттенки сиреневый это номер 17 сиреневый далее сиренево-голубой это 81 81 оттенок и вот такой мятный я взяла оттенок номер 6 вот сейчас прям я уже предвкушаю конечно безумно волнуюсь каждый раз когда что-то делаю такое интересное стоит такое легкое волнение а вдруг не получится потому что знаете как назло когда тренируешься тренируешься все хорошо там да вы выходишь в эфир например или же день бы там выступаешь перед там сотни сотни мастерами и по любому ты накосячишь вот так у меня всегда когда рисую без камеры все хорошо все идеально только включается камера все марина сразу паника так я беру самый светлый оттенок и можно идти прям по цветам например делаем здесь линию голубым далее снова рисуем уз это просто я вот очень бы такие вот высокие усы вот я не знаю вот их там я очень люблю именно высокие такие узенькие тоники это про мне какая-то слабость когда просто вот так уходит френч у меня такой френч не очень люблю мне прям хочется ему усы всегда вытянуть опять повторюсь не максимально высоко да но повыше прям люблю так и теперь уже там вижу что красиво вот кстати это правильно что мы же не роботы мы не можем да все делают четко по схемам поэтому тоже можем косячить да мне кажется любой мастер когда-нибудь да всему косячит нему нить мы можем да мы не роботы а если мы были роботами было бы не так интересно аккуратно заполняем цветом здесь ведь эти эти очень плотные и линия улыбки у нас очень четко видно она сформирована прорисовала далее беру сиреневый заполняю вот здесь обязательно девчонки если будете пробовать вот такой градиентный френч обязательно отмечайте меня на своих работах отмечается наш аккаунт на garden official и я обязательно размещу в вашу работу у себя в stories что это люблю вас будет на ваши отработки после наших прямых эфиров это прям для меня вообще прям отдельно знает такой способ релаксации не знаю и в центра добавляем наш голубой оттенок толстый слой я не наношу стараюсь сделать тоники чтобы плюшечки у меня никакой на торце не было все заполнили блин получается уже круто кисточку прочищаю и начинаем делать градиент немножко в бок оттенки очень хорошо между собой смешаются так смешали мы одну линию что мне кажется знаете что у меня какой косяк я камеру не протерла извиняюсь мне кажется что поменялось ладно так кисточку обязательно промыла прочистил меня она чистенькая чтобы я не испачкала и смешиваем следующие оттенки мы смешиваем не темные как то есть мы смешиваем получается не с боков к центру а мы центра смешиваем ближе к боку то есть от центра я начинаю смешивать оттенки если будем смешивать наоборот получается нашу центральную наш центральный тенок просто нас полностью исчезнет поэтому смешиваем именно мы из центра в бок так еще немножко здесь хочу растянуть кисточку я прочищаю в топе девчонки ни в коем случае вот этих кисточки я не промываю в обезжиривателях в жидкостях либо топ либо база то главное чтобы была она жиденькая не густая и теперь просто я еще аккуратненько подкорректирую линии улыбки так с другой стороны так и тоже слегка растушиваю вот такой вот блин офигенный френч смесь закон крутой из сиреневого в мятный прям красота все фиксером тоже в лампе и перекроем топом как вам девочки наш сегодняшний такой интересный прямой эфир надеюсь что вам эфир был полезен как смешиваем цвета я же показали щенки мы смешиваем прям уже на ноготках на типсе просто носим тоненькими слоями и с помощью тоника кисточки просто их смешиваем они легко смешиваются типально слой очень маленький тонкий и сама площадь у типс тоже небольшая мы же не делаем полностью весь градиент нам всего лишь нужно слегка их на границе смешать растушевать сейчас посушу в лампе я перекрою топом и покажу вам уже итоговый результат да это гель-лак это не гель-краска это гель-лак просто самое важное важное чтобы оттенки просто были пигментированные не используйте полупрозрачные оттенки нашего придется френч дублировать еще одним дополнительным слоем поэтому я став френч рисую в один тонкий слой никогда не делаю два слоя и тоже немножко я делаю легкое легкое выравнивание чтобы на торце плюшки у нас не было делайте с нами отлично это прямо замечательно все выровняла еще раз перевернем и просушим в лампе прям вообще я в восторге получились очень классные такие яркие красивые френч особенно мне сейчас уже знаете уже белый на фоне вот этих цветных уже смотрится знаете так немножко скучновато я бы сказала все таки вот такие смотрятся намного симпатичнее на вот эти градиентные френчи и делся кстати не гораздо быстрее и проще я бы сказала чем даже вот белый потому что первых границы не такая четкая насыщенная как у белого контрастная да вот поэтому смотрится он как-то поинтереснее и даже если вдруг у вас не совсем ровный получился усики получилась сама улыбка то не переживайте благодаря тому что телек не такие контрастные смотрится все намного проще мой муж любит запись до запись эфира мы сохраним вот такие вы девчонки интересные френчики мы с вами сегодня порисовали какая красота только это пушинка налипла вот такие очень интересные френчики до градиентные мне очень нравится на градиент который нас получился обязательно пробуйте рисуйте френч радости ваших клиентов экспериментируйте до запись эфира мы обязательно сохранил течет что куда у вас течет давайте будем будем разбираться что у вас куда затекает если затекает у вас в бок материал значит слишком много нанесли здесь я не требуется много материала нужно совсем чуть-чуть потому что гейлаки глядится не очень плотненькие и укрывистые спокойно можно нести один в один тонкий слой да в принципе можно смешать с гель-лаком гель-лак из гель-краска чтобы цвет был понасыщен и поплотнее но просто я работаю на их с гелях потрясающая пигментация у белых оттенков поэтому нет никакого смысла не смешивайте их еще с гель-краской а так можно смешать до смешивать можно но гель-краски прям совсем чуть-чуть больше все таки по пропорциям делать именно брать гель-лака если у вас растекается гель-лак попробуйте снять липкость с базы и уже рисовать по нелипкой базе а если же все равно у вас течет гель-лак значит у вас гель-лак просто сам по себе жидкий вы скорее всего работаете не икс гелями делайте другими гель-лаками возможно просто по консистенции он жидкий у вас он просто начинает растекаться да такое тоже может быть поэтому вот таких градиентов рекомендую брать густые пигментированные такие плотненькие гель-лаки тогда проблем у вас не будет и сможете вот такую красоту легко нарисовать видите прямо все красота 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 вообще прям здорово я в восторге так если вопросов девочки больше вас нет то потихонечку буду с вами прощаться да надеюсь что эфир вам был полезен и по вашим комментариям по вашим лайкам я вижу что эфир действительно был вам полезен я очень рада что эфиром понравился теперь все дело в отработке да и надеюсь что кто-то узнал из нашего эфира что-то новенькое да вот про такие вот интересные красивые градиентные френчи тоже очень красиво стильно смотрится базу с шиммером да да так смотрите а здесь если вы имеете ввиду french french я делала не оттенками снова коллекции делала обычными нашими оттенками из нашей классической коллекции вот они оттенки эти вот в качестве подложки здесь мы используем подложку это наш был новый оттенок из летней коллекции весенний 151 а кучуковую базу которую мы использовали с блестками вот такая розовенькая бриллиант pink холодный такой оттенок розового очень полезная информация да их можно носить в один слой но мне комфортнее всего делать два слоя и также любимая база это бежевая тоже с блестками и также мы использовали сегодня каучуковую обычную розовенькую базу это прям каучуковой базы не путаем с камуфлирующими оттенками вот такая приятная розовая это вот это база вот а здесь уже мы вот в этом в тройном градиенте мы использовали вот такой очень приятный оттенок он немножко полупрозрачный поэтому я использовал его как камуфлирующий оттенок до эфир конечно же мы сохраним не переживайте вот ну что девчонки если вопросиков вас больше нет а еще раз с вами прощаюсь спасибо всем за внимание чтобы такими сегодня активными очень соскучился же прямым эфиром вот и есть война с такой очень полезный интересный прямой эфир еще раз всем огромное спасибо за эфир за то что были сегодня со мной всем хорошего вечера так подложку нет подложку я не использую под каучуковую базу нет наношу прям сразу же на голый ноготь никогда проблем никаких у меня не было не вижу смысла делать тратить время и дополнительно еще накладывать каучуковую подложку из каучуковой простой базы нет просто ношу сразу же на голый ноготь но если например вы работаете не базами работаете камуфлирующими оттенками и тут уже конечно лучше ноготочек укрепить обычной каучуковой базой и сверху же сделать в один тоненький слой и например камуфлирующий оттенок вот чтобы усадки у вас уже не было чтобы покрытие было крепкое и хорошенько все всем большое спасибо за внимание всем спасибо за эфир обязательно отмечайте меня на своих работах когда будет повторять френчик буду ждать ваши работы и обязательно я их прокомментирую и что не вам скажу если вдруг у вас есть какие-то ошибки все всем спасибо за внимание и всем пока пока